Я быстро очень. Я твой новый человек. Ай, нет, не надо. Все, отлично. Отлично, прям здорово, что не надо. Сама отказалась. Во имя Отца и Семьи Семьи. Господи, молодые слови. Самый небесный, утешитель души и стены, И живи с детства, и вся исполняя сокровища благих, И жизнеподателю преди вселися мы, И очистены от всяких скверных, И спасти блажей души наши. Господи Бог, просим благословения Твоего. Имени Господа нашего Иисуса Христа. Благослови нас, освейте милостью Твоей. Чтобы могли мы все запомнить, Что сейчас пройдем по Слову Твоему Святому. И понести это в мир людям. Как дар от Тебя. Как дар вечной жизни. Заботы о них. Помоги Господи. Показать нам все усердие нашей веры К Тебе, Господу Творцу. Направленное к Вышнему, к Горнему. Даруй Господи нам. Все преодолевшее устоять с верой на надежду воскресенья и жизнь вечную. Помоги Господи. Быть людям, светом, солью. Не дай Бог быть попранными и выброшенными. Туда, где плачет скрежет зубов во тьму внешнюю. Тебе слава за все, Отец и мой Дух Святой. Аминь. 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 Следите. Следите. Третья глава. Тридцать пятый стих. Ой, тридцать пятая страница. Евангелие от Матфея. С тринадцатого стиха. Тринадцатый-четырнадцатый стихи. Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него. Иоанн же удерживал его и говорил, мне надо накреститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне? В ответы эти глава тринадцатого-четырнадцатого стихи. Толкование блаженного Феофилата на эти стихи. Креститься чистый. Дабы креститься, то есть сразу на русский язык перейдем. Омывается, то есть погружается, погружается в водах реки. Погружается чистый, дабы нас омыть и показать нам, что приступая к крещению, то есть к погружению, должно наперед очиститься, дабы впоследствии не осквернить крещение, падая в грех по худому навыку. Возбраняет же ему Иоанн для того, возбраняет, когда говорит, удерживает, и говорит, надо бы нам не креститься от тебя. И так удерживает, возбраняет же ему Иоанн для того, чтобы зрители не подумали, что и он, подобно многим другим, крещается в покаянии. Предтеча имел нужду очиститься от Господа, ибо и он, происходя от Адама, заимствовал от него скверну, порожденную прислушанием, а воплотившийся Христос очистил всех. Вот два, как бы, здесь 13-й и 14-й стихи, вот прям разделяются до точки. Приходит Господь креститься, вот там Иоанн говорит проповедь, народ собирается к Иоанну, собирается как бы к большему. Тут появляется Господь Иисус Христос, и в этот самый момент, как он появляется, Иоанн начинает вести такие речи, что народ не понимает, как бы уже. То есть старший вдруг начинает перед каким-то человеком говорить обличение в свою, к себе обращенное. Мне надо на тебя крестить, то есть мне очиститься надо. Никто ничего не понимает. Вот, можно, пожалуйста, вставлю. Почему и у нас апостольские эти канонические правила говорят, что человек оглашенный должен готовиться к крещению от трех до пяти лет. Вот к чему толкование, как раз, чтобы был чистым, когда он к крещению уже подходил. А то, где-то он опять, после этого крещения опять впадает тот же самый грех. Да, на руки-то. Да. Грех-то в нем и остается. То есть он, значит, он, как сказать, нету полной веры-то. Подходит так, что... Да и к таинству исповеди нужно уже очистившимся от греха подходить. То есть избавился от греха, идешь на покаяние. А у нас, как бы, идешь на покаяние, практика такая, и в мыслях у тебя, ну, грешим, каимся, грешим, каимся. Один и тот же грех, как в ступе, говорит, вот, крутим, крутим, крутим. Ну, как женщина, вот, которая в этом, как она, в Сидоровке задала вопрос. Ну, а как же, мы же, говорит, вот так и живем. Пришли, покаялись, теперь помолились, говорит, помолились, и опять это, к батюшке потом идет, опять покаялись, опять пришли, помолились, опять пришли, покаялись, так же, говорит, мы и живем. Я не поняла, говорит, о чем вы тут говорили А я рожденец, слышишь, разговорился все Она не понимает, а мы же зачем-то, а что за жизнь такая А там 10 глава Евангелия Теана, если ее не открыть Там написано как И войдет, и выйдет, и пажить найдет Человек и войдет, и выйдет, и пажить найдет То есть нужно искать пажики свои Вот как сестра идет, раздает священное Святой Евангелие Вот пока до нас дошла, раздала уже Сколько там, штук много Люди уже, кто-то прочитал, кто-то услышал о Христе Слово сегодня Вот так каждый должен себя чувствовать В благовестии, как рыба в воде То есть не стесняться, ничего, с собой что-то иметь Как у нас, вот визитки, есть визитки сейчас? Визитки, ага, я взяла визитки в церковь С собой есть визитки? Отдала, отдала визитки несколько штук Ну там друзьям, говорю, дадите праздничные днижи Ну дайте визитки А он, а он и говорит Не надо, все Оно в пальто И говорит мне Вот такие визитки имеют А это, это вы попросили Которые даем людям А вы, говорит, молодой человек этот, которым я дала Он говорит, а вы у кого благословение просили? Паслеписка благословил наш? Я говорю, отец Сергей-то Да он сам имеет то же самое Я говорю, он у нас в гостях был Говорю, мы подарили священникам ему Он все это имеет Поэтому спокойно Надо было сказать Вот только что в Романово ездили с благовестием Именно по его И он меня довел От магазина До остановки Вот столько мы беседовали Шли Как он Он мне говорит А у меня сын в Покровском соборе Это Пономарем работает Работает Ага И вот И я, говорит, вхожу в церковь Яна Богослова А сейчас, говорит, где-то другой новый храм открылся Приходите туда У нас хороший храм Назвал место Я даже забыл На Балтийске? Нет Андрей Григорьев А там, говорит, Вячеслав работал у нас Священник Я говорю, ну я знаю его У него матушка Галина Да, Галина Работал Служил Служил Кто еще увидел что-то здесь Необычное? Что надо? Что надо запомнить для души своей Для назидания другим Ну вот немножко я дополнение Мы уже не раз повторяли Но я еще раз напомню Это 1 Яна О том, что Когда женщина, ты, говоришь, задавала вопрос такой Что Вот мы ходим, вроде грешим Опять исповедуем Опять грешим Что, а можно ведь не грешить? Ну да Вот, например, апостол Ян Я начал лживые слова, получается, его Он написал 5 глава 1 послания Яна 5 глава, 18 стих Мы знаем Что всякий, рожденный от Бога Не грешит Но рожденный от Бога Хранит себя И лукавый Не прикасается к нему То есть он хранит себя То есть наше За что мы будем судимы? Это осуждены на суде За то, что мы свое произволение Направляли Как греху Мы не удерживались Благодатью Христовой Не призывали Бога А Господь насильно не может нас оберегать А Господь насильно не может нас оберегать Сейчас мы тянемся в греху Ну и правильно Ну и приехали Там собака Лают они На адрес приехали Я думаю, может помогу им Нет мужичок выходит Такой А Нинель Ну как-то не русская дома Нет, надо спрашивать Она тут не живет Надо звонить и спрашивать И город, и адрес Звонить Не живет она уже тут давно Ну и что-то они такое Чуже она так это А они приехали к гадалке Приехали к гадалке И погадать И под Новый год Да, такая у нас традиция Да, и женишка У гадалка А я то Я то не знаю, что они приехали И они вот у меня сказали Они вышли Ну вроде у вас зажигалка-то есть Я говорю, а зажигалка-то есть Я говорю, ну я вам не дам Я верующий И потом говорю Грех тоже творить это Нельзя А почему нельзя Я говорю, ну Господь запретил К гадалкам обращаться И что-то почему нельзя А гадалки еще убивают И волшебников И чародеев И вот обратно Сколько мы ехали Я им почти до Барнаула Свидетельства Задал вопрос Я говорю, а что побуждает вас вообще идти К гадалкам Зачем Ну вот замуж хотим Нам по 27 уже обе И что там Я говорю, ну вот пришла к гадалке Говорю, и что она Она тебе скажет Почему ты не Ну может она скажет Может порчина мне какая-то Может она тебе так и скажет Пойти деньги Все Она тебе снимет И может быть ты замуж Что-то Ну они потом меня так благодарили Что я их это Ну и Надо было на занятие пригласить Ну визитку дал Конечно Не знаю Ну вот Я говорю, почему Тут замуж охота Никто не берет И почему Я и там все И ветхие и новые Все это Прошло А вот давайте Как раз вопрос задать Вопросы важно задавать Мне понравилось Как вот Михаил Кальмаев Он сразу подходит К людям с вопросом А вы православный? И человек Начинает втягиваться в разговор Кто-то не ответил А многие это ответят Потому что они же православные Они поэтому и Да, я православный Ну так вот Надо же вот это знать Вот это я раз православный Вот это же вы знаете Наверное Вот это тоже нужно знать Человек не знает И думает Правда если Я православный Я этот тоже православный С бородой Но глядишь располагается И часто беседа происходит То есть вот эти вот Вопросы задаются И вот Вопросы Вот по этому По этой теме нашей И приходит Креститься к Иоанну И к Иоанну Собирается много людей И причем Иоанн Креститель Имеет вид Непрезентабельный Мы же помним Перечисление И там Кожаный пояс Какая-то там Одежду из рубежа Волоса Ну представьте Типа одета Такая волосяная Тут волосики Такие торчат Все Такая И прорежки Там видать Есть у него все Худой такой стоит Он естественно Сандалии там У него какие-то Затрапезные Из ивов Прутиков Ну такое все И народ Собирается К нему На Иордан И видать Это не один день Происходит Ну не может Ну не может же В один день Толпа Прийти Там из Иерусалима А Они должны Сначала Какими-то Слухами наполниться Людям-то Это помогало Вот в чем дело Люди Действительно Становились Лучше Иначе Он бы тогда Не мог Сказать Этим фарисеям И книжникам Покажите Достойный Плод покаяния Он же видел Этот достойный Плод покаяния Других Эти слезы Это ученичество Которое Мы видим уже Петр И Иоанн Они уже Идут за Христом После этого Пошли Когда с ним Встретились Со Христом После крещения А почему пошли? Потому что Они были учениками Иоанна Крестителя Они уже стояли И внимали ему Уже это на них Действовало Им нужно было Только Труд Во благо Души своей И Для прославления Творца Нужен был труд Этот Они не знали Чем потрудиться Это еще Чем Он говорит о Слове Божьем Они это принимают Да-да Он говорит о покаянии Они приняли Они крестились От него Это понятно Они ученики его были Теперь Он говорит об Иисусе Христе Как о Нечто Необыкновенном Человеке И они внимают И уже начинают Пользоваться Его словами И уже Как примером И начинают идти То есть Вот Для чего Нужны эти вопросы Разбираем И так далее Чтобы нам На этих примерах Самим Подвигнуться К Исполнению Слов Божьих Если мы не будем Разбирать Как мы сейчас прочитали Из книги правил Вот книга правил Святых Вселенских Поместных И святых отцов Вот И значит Седьмое Правило Седьмое Вселенского Собора Сейчас Не помню Какое правило Там Второе Второе А второе Правило В Правило И там Как раз Описывается Как Нужно Знать Епископу Как Назидать Людей Через Псалтырь Написано Если ты Епископ Ты должен Знать Псалтырь И через него Назидать Свой клир И дальше Написано А самому Митрополиту Еще написано С размышлением Учить Всех Псалтыре О чем там Написано И если Этого Кто не делает Извергается Из сана И отлучается От церкви У нас что Мы видим Иоанн Креститель Он вообще Ну слова Божии приводит Может быть Но больше он Говорит о покаянии Ну конечно Он по словам Божьим Это говорит Но мы не можем Сейчас процитировать Где так Потому что нету От него Цитат Из Ветхого Завета Но Господь Наш Иисус Христос Принимает Все слова От него Как новозаветные И все слова Иоанна Крестителя Входят Уже в нас Как закон Божий Как Не просто Назидание А к исполнению Вот как нужно Трудиться Быть каким Ревностным В Слове Божьем Сказали И Сказал Господь Сказали Пророки И начинается Действие У нас этого Не видно Конечно Не то что У нас в общем У нас стараются Многие Мы не видим Это в православии То есть Нет священников Нету В этой ревности Нет патриарха Нет митрополита Патриарх пытается Что-то сказать Но Антиправила Антизаконы Вымыслы Человеческие Все перебивают Все то что он Доброе пытается Внести Перебивается Все Только Говорит Антон Что надо Назидать народ Идти Благовествовать И людям Всем Идти Следующая проповедь Начинается Но не надо Забывать Что мы учимся Апостола Павла Как нужно Защищать Родину свою Откуда Это все Взялось Непонятно Меня сейчас Провожали Тоже две женщины Спускаться Они мне Под ручки И вывели И до самой остановки Тоже довели Это вот Я от Аллочки Шла Когда И Вы знаете Я с ним беседую Тоже так же Дала Говорю Там карманчик У меня Бузырьки Откройте Пожалуйста Они достали Последние Уже Евангелие Достали И Я вам подарила И все Мы беседовали О том Они говорят А в церкви Нас не учат Этого Ничего мы не знаем Я говорю Вот часто Хоть редко Ну Хоть редко Но ходим Конечно На праздники Вот сейчас Рождество будет Все А ничего Мы не знаем Ничего мы не знаем Ничего не знаем Я говорю Ну вы читайте И будете знать А чего же Вы не купили Здесь Сейчас в продаже Много литературы Продается И для начинающих И все там О покаянии О высповеди О видении Как в церкви Себя вести Вот Такое равнодушие Ну Надо людям Говорить О том Как мы Сами попали Поэтому Назидание Тоже надо Через примеры Но вот Мы о примерах И говорим И дальше 15 стих Но Иисус Сказал ему Ответ Оставь теперь Ибо так Надлежит нам Исполнить Всякую Правду Тогда Иисус Иоанн Допускает Его Толкование Теперь говорит Уступи Будет время Моей славы Но теперь Я не обнаруживаюсь Буква Я с большой буквы Правду И называют Закон Человеческая Природа Говорит Подверглась Проклятию Потому что Не могла Исполнить Закона Посему Я Исполнил Все предписания Закона Остается Одно То есть Креститься Совершив Это Я Освобожу Человеческое Естество От Клятвы От Проклятия От Анафемы Это Мой Долг Мой С большой Буквы Тоже Это Как бы Это говорит Нам Толкователь Записывает Вот Как бы Слова Иисуса Христа Которые Он Говорит Пророку Иоанну Вот В этой Короткой Беседе Которую Мы Сейчас Читаем Несколько Тиха Беседа Короткая Но Она Была Скорее Всего Длинней И поэтому Толкователь А мы Знаем Что Толкователи Они Все Были Обличены Духом Святым И Дух Святой Дышит Где Хочет Вот Дохнул Дух Святой И мы Пророки Говорили Господь Сказал Господь Иисус Христос Говорит Я Говорю Тебе От Иоанна Крестителя Ничего Не Укрывалось Естественно Никогда И не Было Укрыто И Сейчас Когда Он Начинает Беседу Со Своим Господом Которого Так Ждал И Дождался Которого Проповедовал Иисус Крещается Будучи Тридцати Лет Так Как До Этого Возраста Человек Совершает Все Грехи В Первом Возрасте Преобладает Неразумие Во Втором То есть Юношеском Сильный Пыл По Похоти И Гнева А В Тридцать Лет Когда Человек Делается Совершенным Мужем Любостяжание Таким Образом Иисус Выждал Этот Возраст Дабы Во всех Возрастах Исполнить Закон И Очистить Нашу Природу И Подать Нам Силы Побеждать Страсти Вот Какой Полновесный Стих Отсюда Много Можно Много Можно Узнать И Это Как Закон Человечества 30 лет И мы Читаем Теперь Каноны 30-летнего Возрасте Пресвитер Пресвитер Ставится Только После 30-летнего Возраста Дьякон 25-летний Возраст Каноны Идут Книга Правил Каноны Вселенский Собор Нам Говорят В каком Возрасте Поставляются Потом Эти И подьякон 20-летний Возраст И так Далее Там Клиношане То же самое Каком Возрасте Могут Поставляться Узнаем Здесь Вообще О самом Человеке Как Человек Возрастает От Одного Возраста В другой Возрастает В духовном Делании Когда Ему Тяжелее Прийти Когда Легче Неразумие Что такое Неразумие Неразумие Когда Человек Совсем Молод Игрушки Одни В голове Но Как это Было У евреев Мы читаем Притчу Одну И Господь Господь Рассказывает Вы Говорит Поступаете Иудеям Говорит Как дети Поступаете Которые Говорит Играют На улице С одной Стороны Улица На другую Перекликаются И говорят Мы пели Вам печальные Песни И вы не Плакали А другие Кричат А мы Пели Вы играли Вам на свирелях И вы Говорит Не плясали То есть Это говорит О чем А толкователь Говорит Что Была Была Такая игра У детей Что дети Являются Как бы Подражателями Разных Людей Этого мира Кто занимается Чем Одни Значит веселятся А другие Находятся В горести И печали И кто правильно Из них делает И одни Назидают Других А другие На другими Смеются Вот какие Должны быть Тигры У детей Чтобы понимать До конца Все И уже Маленькие Дети Евреи Подрастали И их уже Назидали Все время В законе Божьем То есть Еврейская Нация Была Самая читающая Нация В мире Получается Сколько Процентов Читали Сто процентов Читали Людей Потому что Если ты не будешь Знать Какого-то Закона Получается Что ты согрешишь Не знаю Потом дальше Чему учились Евреи Учились Всему Но через Слово Божие А как же Арифметики Через Слово Божие Арифметики А как там Правописание Нужно знать Ничего себе Слово Божие Тут вообще Ни одной ошибки Не нужно допустить А как же Торговля Как же Строительство Как же Военное искусство Через Слово Божие Обучение Происходило Примерами 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 Выпускаются А их Все Все нарушают Допустим Отличный закон Не курить В общественных местах Вообще Был бы здоровский Закон Вообще Чтобы все бросили Мужики Курить и женщины Но Невозможно Такой закон Издать И Путин Это знает Правительство Тоже Но Дают Такой закон Перестаньте Курить Хотя бы В общественных местах И что Не курят что ли Наоборот На зло Еще На зло Специально Выкурят Или В автобус Заходят Еще дыханут Туда Этой Драконовой смесью Или В середине Остановки Как судьи Все Все остановки Все захарканы Все Бычками Заброшены Вот на улице Что подметают Люди Эти А Сигаретные пачки И бычки Ну и еще Бутылки из-под пива Все Больше ничего нету Из-под хлеба Нету Никаких пакетиков Не из-под Бутербродов Там Харддогов Каких-то Нет Ну еще Из-под газировки Могут быть Какие-то там А все Вот этим Нечестием Загажено Неплохой закон Неплохой А исполнения Нету Почему Не привыкли Исполнять Законы Это девиз Такой Как это сделать Очень тяжело А ну можно Человекам невозможно Богу возможно Все От чего это Дополнить немножко Ту первую мысль Не которую сейчас Ты начал уже А то что Почему Иврейские мальчики Там Начали уже Все это Знаю С самого детства Потому что Если читаешь Ветхий завет Когда Господь Давал все эти заповеди Через Моисея Там Под каждой заповедью Смерть Смерть Не просто Ты ее нарушишь Вот тебе зато Наказание будет А смерть Понятное дело Что есть На чем задуматься И сразу Насчет детей Этому учить Быстрее Чтобы он Не погиб Потому что Он же должен По закону Еще и сам Даже на своего Сына Если он там Какой-нибудь Беспутный Или кто Подвести к воротам Там К старейшинам Сам Первый Поднять на него Руку Убить Его Его Приговорят Смерть Ну В дальнейшем Мы видим Что Так категорично Конечно Заповедь Не рассматривалась Что сразу Убили Убили Убивали Конечно Но Как мы видим Господу Привели блудницу А вот Брось на нее Камень Побили бы Они ее Без Христа Ну Возможно Побили А может быть Показать Милосердие Отпустили бы Потому что сами блудники Это ясно Но Христос сделал Они пришли ко Христу И Христос Поступил так Как его Божественная власть Ему Говорила Поэтому Он Своей божественной силой Божественной властью Задал такой вопрос От которого Не смогли никто уйти Поэтому Поэтому Исполнение Этого закона Было Конечно Нарушалось То есть Убийство Постоянное Но Естественно Раз оно нарушалось То надо было Чем-то заменять Его И начали Заменять Вымыслами Человеческими Вот чем дело Поэтому Все исполнения Вот этих законов Заповедей Господних Все Вот в еврейском народе Все это было перемешано С вымыслами Человеческими И вот здесь Найти Вот эту правду И истину Было невозможно О чем мы и читаем Что человек Не смог Найти И выполнить То что Господь сказал Исполнить закон И теперь И теперь И то есть Написано Это написано Так Нам надлежит Исполнить Всякую Правду То есть Исполнить закон До конца Закон Это и есть правда Вот правду То не удалось Исполнить Хотя попытки были И учить детей И самим Что-то Это и книжники Отсюда Будем говорить Институт Книжничества И фарисеи Это партия Партия Политизированных Верующих Евреев Ну верующих Вот что Непонятно Вот что верующих Ну Пытающихся Что-то исполнять Законы Отсюда И отсюда Сам народ Который Кряну Крестителю Собрался Услышал От других Что Пророк Глаголит И действительно Когда Господь Спрашивает Пророка ли Слышали вы Ну как бы Народ Безмолвствует И Господь Отвечает сам Да Говорю вам И больше Пророка Народ Собирается К человеку Необыкновенными С необыкновенными Способностями Который говорит Необыкновенные слова И Как последствия Оказывается Что Только Немногие Веровали В него Как в пророка Хотя написано Весь народ Говорил Что он пророк И они боялись Эти Ну Фарисеи Когда отвечали Господу И не ответили Ему Не знаем Сказали И Господь Говорит И я не скажу Какую власть Это делаю Они тогда Народа боялись Потом уж Конечно Перестали бояться И мы видим И мы видим Что Иоанна Крестителя И взяли Спокойно И не было Никакого Восстания Никто Там Не восставал И долго Держали Его В темнице Ирод И в конечном Итоге Отсек Голову Главу Так закончили Великий пророк Исполнив До конца Ну вот Христос Хрестился В 30 лет Но А вот До Его не было Крещения Вообще Не крестили Евреи Что ли Или как Обрезание Было Просто обрезание Было А после Христа Как так Когда Иоанн Креститель Его покрестил Показал Как Ну а Евреи Крестили Крестили В этом Именно Взрослых Или Детей Сейчас Почему Детей Стали Так Рано Крестить Давайте Давайте Не будем Говорить Про обрезание И сразу Все станет На свое место Сейчас Мы скажем Обрезание Там Замена Какая-то Ничего Не надо Написано Моисей С народом В облаке Крестился Господнем В облаке Прошел Через облако Что Облако Какое Облако Это Влажное облако Господь Когда они шли Сквозь море Вот это Облако Влаги Там народ Крестился По дну Пройдя Как бы Погрузился В море Прям Но Прошел И Его не Замочило Но это Как бы Было Прообраз Такое Крещение Еще Нейман Этот Полководец Сирийский Был Прокаженный И когда Пришел К Елисею Елисей Сказал Очистишься Погрузись В Ардане Семь раз Он пошел Семь раз Укунулся В Ардане И полностью Стал чистым Прообраз Крещение Прообраз Крещение Омовение Евреев Постоянно Говорится Если там Ты Прикоснулся К мертвому Человеку То Должен Пойти Омыть Одежду Свою Омыться Самому И тогда Там До вечера Будешь Нечист Или там Три дня Будешь Нечист Или Неделю Будешь Нечист Там Говорится Смотря Какой Ты Сделал Грех Пред Законом Божьим То есть Вот это Прообраз Тоже Именно Омовение Именно Крещение То есть Водой Омытие Тела Человечества И не только Тело Было Что и дом Тоже Если прокаженный Дом И стены Камни Помыть А если Там В печке Мыш Сжег Случайно Попал Или Бросил Мышь То нужно Камни Эти печные Тоже Разобрать Очаг И тоже Камни Перемыть Очистить Вот такое Было Очищение После Христа Почему Стали Владельцев Потом Крестить Они же Ничего Не понимают А потом Вырастают И Вообще Неверующие Делаются И потом Говорят Да я Крещеный Вот я Крещеный А ничего Не понимают Закона Они не знали Никакого Не знают Ну Есть Несколько Мисписаний Что Крестились Крестился Весь дом Крестили Весь дом В другом Что Восьми Восьми Восьмидневном Возрасте Приносили В храм Обрезание Сделать Они же Тоже Ничего Не понимали Тоже Ничего Не понимали А Господь Сказал Если не Обрежется Смертью Умер Будет Ли здесь Так же Если не Креститься Но Об этом Как бы Уже И не Говорилось Потому Что Каждый Из верующих Любит Своё чадо И Заботится О нём Несёт Как Господу И потом Заботится В заботе О нём Всю жизнь Проводит И написано И вы Матери Жёны Можете Спастись Чадородия Написано Если будете Воспитывать Детей Если Прибудете В Верь Да И они Пребудут В Вере Написано Видишь Сестра Младенцев Православие Крестят Потому Что Сто процентов Уверены Что их Будут Учить Раньше Так Было А потом Учить Перестали А крещение Осталось Поэтому Мы сейчас Говорим А что Крестить Толку Никакого Нет Так Можно И взрослый Человек Он покрестится Потом Потерпит Кораблекрушение В вере Тоже Такое Созрослым Может Случиться Согласись Поэтому Согласилась Какая разница Взрослый Или Младенец Если Господь Заповедовал Что Без крещения Нет Прощения Грехов Значит А зачем Тянуть До До Двадцати Лет Зачем Тянуть Если Ты показываешь Своё Не веришь Что Ты Не веришь Этому Постановлению Буду Чтобы Даже Иван Иван Говорит Мне Надо Накреститься От тебя И Толкование Говорит Что Он То Был Праведный Зачем Он Наследовал Первородный Грех Это Дамы Евы Этот Первородный Грех Тоже Нужно Омыть Младенца Он Конечно Ничего Не соображает Но Первородный Грех Тоже Омыть Ну Скажем Правила Крестителя Что Он Так И Не Омыл Свой Первородный Грех И Не Крестился От Господа А Господь Все Таки Крестился От Него Это Для Народа Вот Ся Агность Божия Которая Берет На Себя Грех Это Для Того Чтобы Так Исполнилась Всякая Правда То есть Исполнился Весь Закон Правда Называется Закон А какой был Закон Исправьте Пути Стези Прямыми Сделайте Для Господа А кто Это Делал Иоанн Креститель И там Дальше Говорится Начало Евангелия От Марка Что Говорится О том Что Иоанн Вот Вышел Иоанн Ну Прочитать Можно Прочесть Начало Евангелия Иисуса Христа Сына Божия Начало Евангелия Иисуса Христа И написано Как Написано У пророков Вот Я посылаю Ангела Моего Пред Лицом Твоим Который Приготовит Путь Твой Пред Тобою Начало Евангелия Иисуса Христа О Иоанне Крестителе Говорится Это Не упустило Сатана Поэтому Придет Сначала Пророк Сатана Не упустил Этого Очень Уж Сильный Был Это Удар И по Сатане Потому Что Если бы Он Только Это Знал Что Приход Мессии Готовится Не знал Нечестивец Не знал Лжец Человека Убийца Иоанн Креститель Выполнил Свою миссию И когда Пришли Фарисеи Чтобы Конечно Через Сатана Все Сатана Было Чтобы Его Искусить И сказали А кто Ты Пророк Что Ты О себе Говоришь Он Говорит Нет А все Говорят А вот Видишь Он Сказал Нет Но Однако Когда Христос Спрашивает Кто Он Был Они Не Отвечают Что Он Не Пророк Они Говорят Не Скажем Не Скажем Не Знаем А почему Написано Боялись Потому что Весь Народ Понимал Это Пророк Весь Народ Понимает Что Пророк А Патриарх Метрополиты Не Понимают Что Это Пророк Он Почему Сказал Что Нет Не Пророка Вот Потому что Гляди Вот Пророческое Слово Однозначно Здесь Народ В этих ответах. А патриарх не понимает. Почему? Почему книжники фарисеи не понимают? Но не все, слава Богу. Потому что мы знаем, что и Аспостол Павел был фарисей. И он понял, и он пошел до конца за Христом. Поэтому наша радость в том, что где-то кто-то из первых раков наконец-то проснется, и Господь даст ему это покаяние. Я хотел дополнить. Но все-таки Иоанн Креститель Дадаши свою речь продолжил. И сразу привел место Писания, где говорится о пророчестве о нем. Да? Как говорится у пророков. Да, говорится у пророков. И еще я хотел это, брат, добавить. Мы заговорили о первоуродном грехе. Вот я хотел одно место Писания привести, где говорится об этом. Что именно, почему. Это о римлянам, 5 глава, 12 стих. Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеках, потому что в нем все согрешили. То есть в нем водами все согрешили. Природный грех передается с рождения каждой человеческой души. Ну да, и заканчивается толкование такими словами. Дабы во всех возрастах исполнить закон, и очистить нашу природу, и подать нам силы побеждать страсти. Обычно, как все говорят, старики особенно, о, ты меня уже не переучишь. А молодые, о, а зачем нам это надо? То есть совершенно все наоборот говорят. А дети, а дети просто могут промолчать, сесть или засмеяться, что там, ну, дурака называется свалять. И все, почему? Это дети неразумные, молодежь, они думают о другом, а старики уже как бы все знают. Все. И где тут возраст, когда можно говорить о Христе? А люди говорят, ой, маленькие мне говорите, они ничего не понимают. Потом люди подрастают, ой, да что вы им говорите? Они сейчас вас и слушать не будут, они пиво пьют. А старикам, ой, да что вы ему говорите? Он уж старый, ничего не понимает опять. А когда тогда говорить-то? У нас дискуссии постоянно на эту тему ведутся. С кем-нибудь да идет эта дискуссия. И с родными же тоже идет. А когда тогда сказать о Христе? Тот маленький, этому не до этого, а этот старый уже нет уж. А ответ-то весь заключается в слове Божьем, что на какую почву, вот от чего зависит, куда оно упадет, слово Божье. Иначе зачем-то... Нам не возраст нужен, не возраст, а сердце человеческое нам нужно. Да, в любом возрасте. И сердце человеческое может быть как раз то, которое даст старичный плод. Нам вот это нужно. И тогда человек пойдет. Вот мама моя умерла бы до конца, сейчас бы она тоже, как Надежда Васильевна, ходила бы и раздавала бы свет. Потому что она заговорить пять минут может, ей ничего не стоит. А он болтает безумно, как радио, обо всем. А вот когда слово Божье слушает, вот сейчас сидит, слушает, спокойно, да. Раздам. Раздашь, вот все, уже слово вылетело. Раздам. Не воробей. Нет, она не смотрит сколько штук, не в этом дело. У ней любовь к людям в другом. Она сама такая, это жизнь в нее. А у тебя жизнь в другом, тебе нужно накормить, там маленькую надо напоить, чтобы она хорошо себя чувствовала. Не то, не то. А должно у тебя так быть. Куда ты, любимая, куда ты пошла? Да потому что я пошла, вот, Евангелие раздавать. Конечно, иди, я сам тут тебе себе сготовлю. Да я голодом посижу день целый. Иди. Никогда этого не будет. Поэтому 20 ты никогда не раздашь. Прости уж, как сын знает. Сейчас поеду во Власиху и раздам. Во Власиху. Да вот, выйди, тут по соседям пройди хотя бы. Соседям стоишь. Хотим не надо, я ему уже дам. А он тем дальше иди. Можно я про твою маму тоже расскажу? Что там? Соседник, ну, пришел, столовался к ней. И у меня на час напоминание, что через час нужно... На занятия? На занятия. Вторник, пятник. Ну, у меня в будильник звонил, мама, кто звонил? Я говорю, ну, я не звонил, напоминание. Напоминание, что нужно идти на обед. Я говорю, мама, ну, тебе бы лишь бы только вот обед, да у тебя одни мысли об обеде. Я говорю, не хлебом единым жив человек, но и продолжай, говорю маме. Ага. Она. Ну, и, ну, и... А че ж там дальше-то? Че ж там дальше-то? Я говорю, ну, о чем напоминание-то? Ну, и не это, чтобы она всяких слов. И тут я ей подсказываю, говорю, ты на занятия не ходишь, говорю. Тебя не заманишь никуда. Там, говорила, что куда она в храм ходит, занятия будут. Занятий нет, обманули, что там. Ну, и как всегда. Нету жажды, действительно, батюшка, что он... Как в романах, три года он предлагал, народ не хочет, а че, говорит, я уже, говорит, и песням, и все, и на гуслях, говорит, и на сведерине. Да. Такая без... И смотрю, она такая, раз, ушла такая, я сижу, и все же она там, это, вот, притихла-то, я такой заглядываю, смотрю, она... Ищет, 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 ищет. Я такой, сидел, мам, говорю, четвертая глава атмосферия. А я как раз сегодня читал, готовился, как раз там искушение. Я говорю, мам, ну, кто сказал, кому, как сказал, когда сказал и зачем сказал? Кто сказал? Ну, Христос помнит она. Кому? Дьяволу. Когда? Ну, когда тот его искушал. Искушал чем? Она? Богатством. Я говорю, ну, богатством, а тут ему про хлеб отвечают. Какая связь между богатством и хлебом? Она, да, прошла такая. Потом, ху, да слово уже всякое слышал. Нашла. Слава тебе. Ну, вот у нас примеры есть, в общем, прямо здесь все примеры. Пушки заряжены, как говорят. Словом тоже. Дай богам. Пушки это наши уста. Заряжены, Словом Божьим, должны быть. Вот. Да. Я мне в магазине, она там помогла, девушка, что-то. Я говорю, а я в знак благодарности, я не могу остаться неблагодарной. Я дарю вам с праздником. Поздравляю наступающим. Рождество впереди. Христова. Ой, как хорошо. А Иван, я когда дарю, ой, какое богатство. Я говорю, а как же, дороже золота и слаще, как у него ходите в церковь. Вы православная? Православная. Редко хожу по праздникам только. Я говорю, это плохо. А вы каждый день идите или через день? Каждый день. А душеньку мы должны кормить? Каждый день тоже. Ну, хотя бы по одному стиху прочитайте сегодня. Мне соучить, а потом больше, а потом больше. И будет вам как хорошо. Вы обогатитесь. Духовный. Душу-то кормить надо. Она так благодарна. Вот какие попадаются люди еще. Хорошие. А сегодня столько. А я говорю, идут столько народу. Думаю, ой, я бы сейчас, наверное, осталась. Все по всему магазину прошла. Чтоб только всем-все-все-все раздала. А ничего нет. Я уже все раздала. И я это самое. Ну, как же эти остались. Я дарю одному, другому. Третьим праздником. Поздравляю вас. И вот это богатство вам дарю. Для души. Ты обогатствовешь? Как надо. Как надо, говорю. Как надо, говорю, обогащаться. Душеньку свою. Душеньку свою, говорю. Что, садись? Кормить постоянно. Нет. Что, давай, садись, садись. Сладитесь. Возьми там стул, Сергей. А я вам надевал. Там стул есть. А, надевал вот сюда, садись. Ой, как хорошо. Так, знаете. Вот прямо я и подумала о вас. Говорю, ребятишек-то рядом нет. Они бы сейчас с вами праздничный день. Столько народу. И как нас вам говорили. Так, все понятно. Продолжим. Чтение дальше. 16-17 стихи. И крестившийся Иисус тот час вышел из воды. И си отверзли сему небеса. И увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на него. И си глаз с небес глаголющий. Си есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Ну вот, наконец-то, самое одно из наиважнейших мест, которые мы читаем прямо здесь, в Слое Божьем. И если бы каждый священник, каждый, а он обязан читать, мы читаем, он псалтырь должен знать каждый. И поучаться сам из него, и поучать клир, и поучать написано весь народ. И если он это не сделал, то не надо ему этого ничего. Так, в Слове Божьем написано, что в священнике есть вестник Господа Бога Савофа. Вестник. То есть, Слово Божие должен быть вестник. И что сделал Господь? И написано, и крестившись, Иисус тот час вышел из воды. Единственное место, которое говорит нам конкретно, что Иисус Христос был в воде. В воде. Зачем он был в воде? Чтобы креститься. Что такое креститься? Креститься это не русское слово, церковно-славянское. Люди, это слово оставлено вам, потому что оно очень созвучно со слоем крест. Крестные страдания Христа. Ну, крещение и крест, это совершенно противоположные. Крест это дерево, которое плавает на воде. А крещаться это погрузиться. И отсюда пошло все наперекосяк. Люди при слове крещения, они не понимают, что это погружение, очищение. Слово очищение для них вообще будет непонятно для русского человека. А вот крещение все. Мы крестимся, мы крестимся. А потом, когда начинаешь человеку говорить, да крещение это погружение тебя в воду, чтобы ты омылся. Омылся. Так просто. Для людей это просто. И что, и все это? А для людей крещение, это такое нечто важное, что ты, это такая сила какая-то на тебя нисходит. И Бог тебе начинает помогать. И это есть. Но только после того, как произошло омовение твоей души. Не тело же только. Дух. Боже снисходит ведь еще. Да. А это уже вообще человеку не пояснить. Как потом дух снисходит. Почему? Потому что нету и крещения. Слово крещение заменили, вернее, таинство крещения, то есть погружение человека в воду, заменили просто окроплением человека. Оставили главное для себя, забрать с него деньги, что он был в церкви. И оставить его полностью голым. Даже не голым, а безмозглым еще вдобавок ко всему. Человек только сделал первую ступеньку, первый шаг. Соприкосновение с духовным. Его нужно было здесь уловить. Он уловлен в сети словом крещения. Уловлен. Теперь нужно эту сеть расставить. Как ее расставлять? Вот учит нас Игнатий Тихонович Лапкин. Это слова пророческие. Первым делом, вот такой замок, амбарный, и на церковь. Все, захлопнули его. Все скажут, то ли безумные. Закрыть церковь наглухо, вот на такой замок. Если есть черный ход, и туда еще один. Может быть даже больше. Чтоб через черный ход не лезли. А где тогда замка нету? На трапезной. Для этого каждый священник должен не только храм строить, а не все храм, храм. А нужна соборная трапезная. Где человек будет не собираться на трапезу, как чай попить с прядниками и с этими повидлом. Мы вам еще это расскажем потом. А где не только хлебом будет жить, но каждым словом исходящим из уст Божий. Вот она трапезная. Духовная трапезная. А можно ли там вкусить потом? Ну там телесно, ну чтобы тело немножко подкрепить. Можно вкусить, конечно. Потому и трапезная называется. Вкусили, немножко вкусили. Вкусили ради Господа нашего. И сразу за трапезу духовную. Потому что здесь, в стенах церкви, в стенах вот, где люди собрались верующие храма, вот где душа, она раскроется, душа. Она примет самое важное. Очень много запомнишь ты здесь. Почему? Вокруг твои братья, сестры сидят, которые также запоминают, учатся. И через назидание которых, и через твое назидание им, происходит наполнение тебя верой. И написано, ты должен, и Златоуст говорит, ты должен другим уходить все время из храма. Как другим? Где ты тут уйдешь другим? Потому что пришли сейчас новые тверошане, новые семинаристы. Они еще хуже псалтыр читают на церковно-славянском. Вообще ничего не поймешь. Они даже аллилуйя, аллилуйя уже. Болтают всем во рту там чем-то, я не пойму, как каши горячие переели. И у них все небо обожженное. А уж если там читают псалтыр, перемигнутся друг с дружкой. И пошел, завелся. Тот-тот-тот-тот-тот-тот-тот на одном дыхании. Победил, все. Целый псалом на одном дыхании за полторы минуты выдохнул. А люди стоят, выглядывают так вот. Че там такое-то? Да-да, они ничего не понимают. Они понимают, что этот парнишка не в себе. Ну, бармочет что-то там. Он не центральное лицо сейчас. А нужно детей-то, этих симонерстиков-то учить чему? Ты вышел читать Слово Божие. У твоих уста это рупор Божий. Все смотрят, все сердца, души открыты на тебя. Дурачок. Ты что делаешь со Словом Божиим? Ты со своей душой-то что творишь? Никто этому не учит. И стоят рядом епископы, стоят священники, толпами целыми, человек по 30. И вот эта тот парнишонка перед ними, вот это вот, и они это понимают, это вроде все нормально, все хорошо. Но опять же, не душ, не назидается ни разум, ни тело не назидается. Стоят толпы паствы, никто не назидается. И апостол Павел эти свои слова, которые говорит, говорит он кому? Для назидания это? Каримфинам. Говорит впустую для всех, что ли. Я не хочу слышать слова апостола Павла пустую. Поэтому и устам, мои уста рупор для всех, кто меня услышит. Назидайтесь через Слово Божье. Каждое слово в храме должно читаться на понятном языке. Чтобы каждый вдумывался, вслушивался, что это. Чтобы это было, вот как у нас, это, была Фаина Николаевна, еврейка, Фаина, это, Соломоновна, Фаина Соломонова. Как она писала письмо из Горного Алтая, вспоминала, как она первый раз была на службе и говорила, а когда Игорь начинал читать псалтыр на русском языке, я, у меня, говорит, слезы, сама того не желая, слезы прям прорываются и брызжут, потому что каждое предложение для меня совсем по-другому раскрылось. Я понимаю, зачем я здесь стою в храме Божьем. Она и до сих пор, она и до сих пор тебя вспоминает. И благодарна, не знаю как. Ну вот, а что не здоровается со мной? Просто мне залка то, что... Мимо проходим я, мир вам, шалом, ну что вы, что вы, мир, она, шалом, на еврейском отвечать. Ну, на еврейском дело то, что я. Шалом. А там вот она ходит с нами, она ничего там не понимает, она ничего не понимает. И все-таки продолжает туда ходить, до такой степени доходилось к нам, что Игнатия Тихоновича возненавидела. А любила там, и целовала, и все. За слова его понятные слова. И возмутилась почему-то, но я просто вспоминаю то, что это было у души. А раз она продолжает, поиск и остается у нее, она понимает, она хоть слышала и понимает, какая различия, когда бунят непонятно что, и когда внятно говорят, а сестры ко мне потом подошли, когда я начал псалтырь-то читать еще с выражением. Вот с братом тоже недавно говорили на эту тему. Когда с выражением еще читаешь, на русском языке, и с выражением, еще больше насыдается, оказывается, человек. Но это опыт приходит. И говорят, сестры, а ты вот когда канон читаем воскресный, там на церковном славянском, у нас остальное все идет, только по Риме, и Евангелие читаем на русском языке, ну и послание, все остальное, а, и псалтырь еще, все остальное, это все на церковном славянском. Практически 60-70% службы, все равно непонятно. И сестры говорят, а ты можешь так же вот внятно нам читать и канон тоже вот воскресный. Я говорю, так он же на церковном славянском, но все равно ты же вот псалтырь, хорошо как читаешь, а ты вот с выражением читай и по церковно-славянски. Я говорю, я не могу с выражением читать. Почему, говорит? Да я церковно-славянский вообще не понимаю, как должен звучать. И никто не знает, потому что это язык искусственно придуманный. 70% болгарского, 5% венгерского, несколько там еще каких-то изречений из чешского, славянские там языки, и остальное все еще из разных языков, там и греческий набран и так далее. Вы понимаете, какой это конгломерат. Это полиглотом надо быть, чтобы когда ты читаешь на этом языке, и ты тут, а, вот это слово, вот так-то нужно, с рящи, ащи там, и с выражением. Я даже, я вот, допустим, междометие какое-то, допустим, при. Я это при говорю с выражением. А я это, допустим, при, которое по церковному славянски, я его не знаю, какое, потому что дальше не понимаю слово. У меня ум не захватывает его, а я понимаю даже перевод. Но у меня все время идет тормоз, все время стена. Раз, и мне надо теперь на слово посмотреть, а перевод такой-то. И у меня все время тормозит, я не могу заранее понять, что мне читать. И поэтому вот люди, которые говорят, да вы не понимаете, это священный язык. Просто вот встретиться, вот так вот сесть, и начать разговор, и сказать, ну начинаем разговор, только ты мне на церковном славянском все говоришь. Давай вперед. А я со словарем буду говорить, правильно ты говоришь, но или нет. Ни одного еще не нашлось, кто бы со мной беседовал на церковном славянском. Все любители церковного славянского, все говорят по-русски. Они говорят, надо изучать церковно-славянский язык. Давайте его изучать, а Слово Божие, все, что в наших службах, будем по-русски, все. А будем изучать, согласны? И на основании Слового Божия. Я прочитаю стих Писания сейчас. Это Неемия, 8 глава, 8 стих. Так, сейчас. Народ прочитаю. Сейчас прочитаю, да. И читались книги с закона Божия внятно, и присоединяли толкование, и народ понимал прочитанное. У нас не въявлено толкование, но здесь и о смысле имеется. О смысле имеется тоже, да. Вот, что такое наше служение? А ведь многие не понимают, что такое служение православной церкви. Служение православной церкви, это знаете, как что? Сейчас, я вам скажу, чтобы вы поняли. Это раньше называлось литературное чтение, или поэтическое чтение. Брали разных поэтов, стихи, и самое лучшее, люди там собирались, ну, там, разбировались там на группы, или как, и читали, и ходили, и выходили, и вдохновенно читали. Им там хлопают, там все. Вот наше богослужение, это ничто иное, как набор различных святых молитв, которые когда-то произнесли разные, разные святые мужи. Или святые мужи, или мужи, которые были обличены властью в церкви, и они оставили по себе память литературного произведения, такого молитвенного, которое с восторгом рассказывает о милости Божией. И мы этих кучу молитв теперь читаем. Их было мало, потом все больше, больше, больше. Теперь у старообрядцы решили это дело растянуть. Если это все, допустим, вечерние часы, то они где-то на два с половиной, три часа растягиваются, если праздник есть. Почему? Там праздник и праздничные молитвы, эти какому-то святому посвящены, поэтому он растягивается. А так где-то два с половиной часа обыкновенное служение проходит. Все, вечернее. Утреннее два часа, ну и то там причастие идет и так далее, на полтора часа всего может быть. Все, четыре часа молитв за две тысячи лет набрали мы. И, ну, было, говорит, раньше больше молитв. Но так как Христос сказал, вы не будьте как язычники, которые пытаются длинными речами своими усладить там эти идолов надменяя. Обращайтесь коротко, но постоянно к Господу Богу. А и апостол Павел вообще говорит, постоянно пребывайте в молитве. Не пристанно. Не пристанно. Как так? Не пристанно. А вот вся твоя жизнь должна посвящена быть. Каждое дыхание. Ты вот на подушку ложишься, засыпаешь и думаешь, Господи, слава тебе, вот сейчас вот лег и так же в гробу, а ведь могу не проснуться, сердце остановилось и все. Господи, ну как бы так вот меня сейчас заснуть, чтобы я был приготовленным при тобой. То есть каждое мгновение, и ты вот так вот раздумьях таких, и раз вот ты заснул. И только где-то очнулся посреди ночи и сразу, Господи, слава тебе, я очнулся, перекреститься и куда-то ты, допустим, надо теперь встать зачем-то или что, или встань сам, встал, нужно опять же помолиться, опять вспомнить о Господе и ночью начинает твоя внутренность тебя учить, поднимает тебя и ты, Господи, надо же так, а вот проснулся, зачем же я ночью, то ты меня так тоже поднимаешь. А вот Давид сказал, что прославлю, встану рано и еще рассвет опережу. Господи, ты меня постоянно поднимал, готов всегда подниматься, слава словить тебя, ведь столько милости ты сделал и родные еще живые, и столько у меня друзей, столько помощи от тебя, прям, хоть не умирай, ну, понятно, что нужно когда-то предстать перед тобой, придай, Господи, приготовиться мне перед тобой, и предстать. И вот это все время должно дальше, и теперь ты проснулся, а теперь тут утреннее правило, и дальше уже, а что теперь по дню, не только на работу, поблагодарить там, что денег на работу, а нужно теперь еще где-то с друзьями пообщаться, кому-то, может быть, позвонить, где-то встретиться с кем-то вечером, вот на благовестие бы пойти еще. Брат. Я вспомнил один случай, такой, как бы, опыт, какая именно молитва может быть. Мы как-то с Виктором, с Абченковым жили в потерявке, находились, и у нас был котенок такой, мы его так сильно любили, и вдруг он потерялся, сутки нету, надо же, котенок, наверное, где-то или замерз, или его там растерзал кто-то, и ходим, ищем, ищем, ищем по всем дому, там на сеньях ходим, на улице, кричим, кричим, не мяукать, не все. Я уже такой, хожу такой, Господи, ну так он нам понравился, такой хороший котеночек, помоги, пожалуйста, только это произнес, он из-под пола, как вылетел такой, я сразу руки воздел, Господи, слава тебе, понимаешь, вообще так, вот просто по-детски обратился к Господу, и тут же ответ на молитву. Да, вот эта детскость души человека, ну, ну, брак просто вам, по-детски обратился, да и детская эта просьба была, ну, что котенок, а ведь многие посмотрят на это и скажут, ну, там еще один потерялся этот, все пережал, так, я извинился перед Господи, ты уж простишь за такую мелочь, у тебя я обращаюсь, я вот так, да, именно так и обратился. дело все в том, теперь тут зависит от богатства души человека, что для тебя богаче, какие-то там, ну, бездушные богатства, там, эти машины, там, квартиры, или какая-то душа, даже пускай это животное будет, она живая душа, что, конечно, когда ты, когда ты в чистоте сердца, с чистой душой, ну, естественно, что для тебя какое-то существо, которому еще и помочь можно, оно намного важнее, да, и это показывают многие фильмы, всякие литературные произведения, но, но чаще всего, чаще всего, человек сейчас пренебрегает всем живым, да, почему, потому что, заботиться о своем чреве написано, и бог их, написано их чрево, и слава их, в сраме, и все у них, только для того, чтобы, как тут сказано, сказано, чтобы были у них похоти, вот это, и природа никогда их не очистилась, и никогда страсти бы не смогли они победить, то есть, все наоборот, а Христос пришел нам дать победить страсти наши, отмести все похоти, и победить нашу первозданную природу, сделать ее божественную, вот, чем мы сейчас пытаемся, о чем мы сейчас пытаемся рассказать, до конца причем, как бы, каждое предложение, ставя, как перед Христом, Господи, помоги нам, научи нас, и мы же берем толкование, вот, Адам заключил, говорит нам толкователь, их, Адам заключил их, а Христос, отверзает, дабы ты знал, что и ты, отверзаешь их, когда крещаешься, каждому человеку эти слова, представьте, сходит Дух, Божий Дух, с большой буквы, во свидетельство того, что крещаемый, то есть сам Христос, больше крещающего, Иоанна, иудеи, почитали великим, а Христа, не так, все видели, что Дух сходил на Иисуса, дабы не подумали, что голос, сей сын мой возлюбленный, относился к Иоанну, но чтоб все видят Духа, уверовали, что сей глаз, относился к Иисусу, сошел в виде голубя, по причине незлобия и кротости голубя, притом голубь есть самая чистая птица, так что он и не садится там, где есть нечистота, так и Дух Святый, с другой стороны, как при Ное, голубица возвестила прекращение потопа, принеся масличный лист, так и теперь Дух Святый, возвещает разрешение грехов в виде голубя, там лист масличный, здесь милость Бога нашего, в котором Мое благоволение, услышали слова, то есть, в котором я успокаиваюсь, говорит Творец Бог, Иегова, в котором милостив, в котором, с большой мукой, в Иисусе Христе, то есть, если бы говорить, вот в Сыне Моем Иисусе Христе, я милостив, и теперь все должны идти к Иисусу Христу, но, вот казалось бы, все понятно, но стоит Христос, стоит Христос, рядом Иоанн, и все смотрят, да, голубь сходит на Христа, на Христа, голос, слышится все, и не, вроде бы не об Иоанне говорится, но Иоанн-то великий, а Христа-то никто не знает, только Иоанн сказал, вот Агнез Божий, который берет на себя грех мира, ну, это же такой возглас, который сложно понять людям, ну, допустим, кто-нибудь выскочил в 41-м году, там, 26-го июня, когда фашисты уже к Минску подходят, к Таллину, кто-нибудь выскочил и закричал, ура, 9-ое мая, вот да здравствуй, 9-ое мая, все скажут, а чумел что ли? Да ко мне Бог открыл, что 9-го мая победа будет, да ты рано орешь-то, может будет, не будет, кто теперь знает? Так и здесь, возгласы, все идет, но Иоанн-то великий, а Христа никто не знает, ну да, сказал Иоанн, но он может хоть о ком сказать, Иоанн великий же. У нас народ, человечество, природа была не божественная, а дьявольская, поэтому все вот в сознании перевернуто, и это очень хорошо. Знаете почему? Потому что теперь антихриста не так будет хорошо принимать-то. Народ-то будет знать пророка, лже-пророка, и антихристу придется, в конечном итоге, прийти в храм Божий и провозгласить себя Богом. Потому что народ не так будет к нему идти быстро. Почему? Народ такой тормознутый. Он увидел одного человека, он ему понравился, а теперь вдруг этот будет говорить о нем. Сложно это перенести сразу в центр внимания на другую. И тогда он войдет в храм и начнет в храме выдавать себя за Бога, и в этот момент иудейский народ, написано, остаток евреев покаяться. Евреи вот с этой проповеди, антипроповеди, с агитацией антихриста, они покаются, они поймут, кто перед ними. И они поймут, что так Мессия был уже, и теперь им легко будет принять Мессию. Почему? Во-первых, они очень долго гнали Христа, много чудес было, всего остального прочего. И там мертвые воскресли, и они это знают, что воскресали, приходили, потому что из евреев воскресали. Вот в чем дело. И это передается постоянно им. И они это знают. Это мы мало знаем, они больше знают. У них там в Кабале это все зашифровано. И они передают эти знания, передают, но они не раскрываются перед ними. Почему? Под спудом находятся они, не веря во Христа, как в Мессию. Они даже имя его не могут произнести пока. Они говорят, это тот, который там от блудницы рожденный. От блудницы рожденный, да. И в конечном итоге, когда перед ними все это раскроется, они примут, а, и еще два ветхозаветных праведника, и пророк восстанет. Праведник. Пророк Илья Илья Илья. Енох праведник, праведный и Илья пророк. Ветхозаветные. Енох. Но будут они, будут они говорить по Новому Завету. Вот что будет необыкновенно. Они будут прославлять Мессию Христа. И все это, все это после их смерти, оно все опустится благословением Божиим на еврейский народ. И это будут последние дни. Действительно последние дни. Язычники перестанут приходить, приходить ко Христу. Останется еврейский народ. Откроется, откроется вторая половинка дверей, когда евреи массой пойдут. И написано, остаток Израиля спасется. Вот такое благословение Господь оставил. Он говорит, что на богатство и при бодрости Божие, как мы постижем, как воскресает апостол Павел. Аминь. Аминь. Да, апостол Павел просто, видать, молился, молил Господа, потому что он говорил, и я фарисеев, фарисеев, да, и еврей. И он очень хотел бы, чтобы ревность народа по Богу через меня, через меня на них легла. И так и случится, конечно, в итоге. Эту ревность, которую они сейчас имеют, потому что, потому что евреи, они понимают, что вера в христиан и в Бога и Его, вот уже есть, они же это тоже понимают. и они это не хотят принимать. Почему? Они-то больше верующие, они правильные, они же себя правильными считают верующими. Они себя считают правоверными. А мы сектанты. И теперь они придут. Вот до чего мы тут договорились, и до Ветхого, и до, от Ветхого Завета, и до Откровения. Но мы ничего не можем здесь другого сказать, потому что начали мы с Адама, видите, для нас толкователь открывает Адама, его природу первозданную, которая была отчиста, но заключила нас всех под грехом, в первородном грехе. И мы все пропитаны этим грехом. И написано, и во грехе родила меня мать моя. Рождает женщина, все чисто, стерильно, а человек выходит уже злой. Одна злоба в нем. Теперь его надо очистить. Как? Через крещение. В смерть Христову очищается. И теперь дальше, а как он тебе подрастет, как он поймет? Никак. Его надо учить. Ему надо вкладывать слова. А если он глухонемой? Если у нас глухонемой, значит, надо переводить ему. Должны быть переводчики, которые расскажут. И должно быть много книг различных. Вот здесь ответы на вопросы идут в этой книге. Это третий только том открытому окку. Всего их 33. 38. 38 сейчас уже. Какие 38? 33. 30 в ворде. 30, нет. 30 напечатанные. 30 напечатанные. И 3 в интернетном варианте. Версии, да. 38 – это общее число всех книг. А открытым оком мы имеем. Есть у нас апостольские правила, которые нам очень тоже нужны, которые надо, а не переведены на русский язык, все легко читаются. И, конечно, все это по Слову Божьему, потому что мы читаем Слово Божие с толкованием Блаженного Феофилакта. И не только Блаженного Феофилакта, но здесь же, вот в этом трехтомнике, у нас есть книга «Откровения», где отец протеерей Геннадий Фаст, взяв 33 толкователя книги «Откровений», приводит их всех. На основе толкования Андрея Неокисарийского. Там небольшое такое толкование у него, но на его основе он берет других толкователей, еще 32. Кто толковал? Ничего не понятно. Все здесь понятно. Это вот то, что ты читал с буквой «И» и «Е». Ну, все, все остальное. На, вот тут почитай, ты поймешь это. Ты же читал Библию с этим. Это не церковно-славянский язык. Просто несколько церковно-славянских... Просто они замурованы, такие буквы, вот, чем вся причина. Просто они идут в вязью, наверное, славянской. Так что сразу не бросай. Никогда не нужно отступать. Это сатана делает. А, непонятно, выброшу. Не надо. Не надо, надо идти до конца и побеждать его. Нет, читать надо вот, на русском, на понятном языке, чтобы понятно было, да. Шрифт именно сам понятный, чтобы был. Но извечный вопрос, я добавлю немножко. Извечный вопрос. Люди, многие задаются вопросом, многие религии, и вообще люди неверующие, что есть истина. Вот как, помните, Пилас задал Господу вопрос, говорит, что есть истина. То есть это было на устах у людей, в умах, в сердцах. И Господь прямо ответил, я есть путь и истина, есть жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. То есть, просто вот, я тут недавно читал обращение одного брата, он пишет, говорит, у меня, говорит, такой всегда был вопрос, говорит, ну что именно, если вроде там философия начал, он там увлекаться, там всякими этими восточными верованиями. И оказался, говорит, подошел к одному брату, говорит, это Саша Загуляев, вот, подошел к Алексею, говорит, и задал вопрос, ну что же есть истина? Он ему свидетельствовал Алексеем, он все говорил, я все не мог понять, что же. А потом, говорит, прямо ему сказал, что есть истина? Он говорит, я есть путь и истина, и жизнь, Христос сказал. Все, говорит, у меня сразу все на свои места встало. Он, Господь, еще в Ветхово Завете сказал, и в Салме, и истина, уставе Давида, истина возникнет с земли, а правда приникнет с небес. Правда, это вот мы сейчас считаем, всякая правда, это что? Это закон. Кто дал закон? Бог и Его дал закон. А истина с земли. Что значит земля? Земля это прах. Но, как бы умерший Христос, распятый, умер, как бы, но мы знаем, что он телом был мертв, но в этот момент он душой был в аде, и уже там проповедовал истину. И оттуда потом вышли люди, гробы отверзлись, и воскресли многие. Это было воскресение. Ну, когда Христос воскрес, когда все это началось. И вот, и написано, и истина возникнет с земли. Истина с земли. То есть, как бы от человеков, но не от человеков. Это сам Господь. И правда приникнет с небес. То есть, Господь склонится на милость. И тут и так написано. В котором милостив. Она склонится, приникнет, написано. Приникнет, то есть, склонится. А сейчас, говорит, а сейчас под гневом вы все находитесь, если вы не со Христом. И люди ходят. Ну, почему я не понимаю? Ну, почему у меня не открывается, вот, отец? Я вот это вот читал, вот это непонятно, там друг друга убивают. Надо во Христе это читать. Просить у Христа от сил. Просто попросить у Христа. В простоте, как вот брат попросил котенка. Ну, Господи, ну, нравится мне котенок. Ну, не хочу, чтобы он где-то пропал. Ну. И все, и Господь открыл ему. А вот я с отцом Павлом был. Он просил у Господа благословенный день. И, Господи, ну, дай, чтобы день прошел благословенно. И вот, чтобы ягодки мы собрали там, грибочков. Ты знаешь, зимой как плохо. Вот мы зимой бы это вкушали и тебя вспоминали бы, Господи. И вот такой вот, и так вот. У меня все, у меня слезы проклили. Думаю, Господи, ну, открываешь ты такое, что. Ну, действительно, вот. Ну, а почему мы должны садиться вот так вот на обменном капусте квашеной? Я вот сейчас капусту гору как поверну. Ну, а почему бы не попросить у Господа, то если от Господа все. Вот таким, Господи, ну, дай, чтобы было и там квашеная капуста у нас. Чтобы пост был настоящий у нас. И вот он так. И вот так же рассказывает вообще и проповеди. Я говорю, вот что, прочитали, сидим за костром, костерок здесь у нас в тайге работает. Все, прочли Слово Божие, помолились. Я говорю, отец, давай на Слово Божие скажи Слово Твое на вечер, на ночь. Чтобы мы спали только и бодрствовали в Слове Божие. Ну, сейчас скажу. Вот, значит, снится мне сон. И начинает рассказывать сон. Сон свой какой-нибудь. И свой сон начинает еще растолковывать. А это вот то-то, я думаю. А это вот здесь. И я говорю, отец, вот ты наешь, а тебе, говорю, только за тобой прям брать и записывать. И у него все, все сны идут, сны, такие сны интересные. Прям действительно хоть записываю. Я говорю, а ты вот по блаженному Феофилату не знаешь? Нет, вот этого не сподобил меня Господь еще. Вот Слово Божие читаю, и сны вот вижу. А вот толкование что было, не знаю. Я говорю, отец, надо толкование тебе читать. Что не просто одними снами будет жив человек. Ну и толкованием тоже святых мужей. Ну ладно тогда. А ты знаешь, известно мне кое-чего открыто. Ну ладно, давай ты расскажи, что это. Я начинаю говорить по Слову Божьему. Ну да, вот это, конечно, интересней. Это вот правильный день. А как вот он сейчас, интересно, рассуждает? Ну я думаю, что сейчас он нормально рассуждает. Потому что он благовествует. Благовествует. Мы очень долго вместе находились. И он принимает книги, вот все, которые... Он принимает, он принимает, но у него там есть свое нечто. То Иоанна Кронштадтского начинает привозносить, то паспорт хайт, 66 там число, то еще что-нибудь. А то мы с ним однажды беседовали, я была в Камне, он приезжал там ко мне, я была там у своих. И он там приезжал ко мне. Рыбки там маленько мне привез, и мы с ним беседовали. Ну вот насчет вот этих книг, всех открытым оком, все. И вот он, значит, это... Сон тоже рассказывал. Сон, помнишь, может быть, он тебе тоже рассказывал. Будем многое. Так что? Что его жена видела сон, и что если эти книги, ну, действительно, не от Бога, все, то значит там что-то... А если нет, то и приснился сон ей, этой жене, что они... Она их собрала, так они их собрала и бросила на пол. А он, значит, и она ему рассказывает, а он говорит, а крест был на небе. Если крест был, значит, это от Бога. Значит, эти книги... Да, да, крест должен быть. То есть эти книги, значит, они действительно не очень хорошие. Это отец Павел, это он, да. Вот это он мне все рассказывал. Ой, ну надо же так. Ну, надо напомнить, что жена его недавно умерла в молодых годах. Умерла? Да. Умерла давно. Он сейчас в страшной печали находится. В молодых совсем. Да. Год даже нету даже. Да. Вот так вот. Поэтому поменьше нам нужно разбрасываться новыми заветами. Да. Как бы не сгореть мы нам. Ну, у меня тоже жена как-то сказала, там батюшка говорит, ну, вот Игоря твой сделаю священником. А она говорит, только через мой труп. А? На следующий день заболела. Заболела, все, температура увеличивается, 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 до сорока уже. Увезли в больницу. Виктор Андреевич приходит вечером. Ну, что, брат, готов ты выслушать новость? Я говорю, а что такое? Ну, вот был у Марины там я, там все, ей сделали эти. Осталось жить ей, говорит, ну, неделю, может, чуть дольше. Все, рак крови. Готово. Это до такой степени печальное событие. Я говорю, Виктор Андреевич, она же сказала, через мой труп. Я говорю, не знаю, как тут молиться-то, что хоть от Господа сказать. Господи, да не надо мне этого священства. Все, я отказываюсь, пускай жена живет. Потому что, ну, как так? Молодающе. До кого-то он совсем возрастом был. Даже удивительно. Да. Но я не стал, конечно, так говорить, потому что это неправильно было бы. Я просто, ну, помолился там, молился. Ну, основательно, конечно, все. Господь простил ее. Я говорю, вся община пришла к ней. Это было последнее. Как бы, и вот сразу, ну, как объявили, что у Марина такое положение. Вся община к ней пришла, там, что-то больше 50 человек было. И парами приходили по одному. В течение одного дня, в воскресенье. 98-й еще. Это был 92-й год. 2002-й год. А, 2002-й год. 2002-й год. Я не помню. И вот так вот ходили туда. И немые пришли целой, вся группой. С переводчиком все. В общем, там все с ней прощались. И говорит, по мере того, как все со мной прощаются. А батюшка был утром. Мы приехали с батюшкой. Еще машины у братьев не было. И он ее исповедовал. Она причастилась. И вот по мере того, как приходили. А мне, говорит, сначала. Ну, так как себе. Я, говорит, уже лежу пластом. И говорит, один, второй, третий. Да. За неделю. Да. Четвертый приходит, приходит. И, говорит, чем дольше приходит, тем мне, говорит, легче становится. Я ничего понять не могу. И к вечеру, там, еще поздно вечером, Виктор Андреевич пришел. Ну, как ты, голубушка? Как тут у тебя, сестра наша дорогая? А она, говорит, а я? Говорит, наверное, здорова. Здорова. Как так? Здорова. Ты, говорит, а вот все тяжести какие-то были там у нее. Ну, то, что вот уже относится к раку крови. С ракуркой вороной. И на следующий, начинает брак, у нее анализы, говорит, а ничего нету, говорит, а что у вас за анализы были? Начинает проверять, это же врач. Что-то понять не могу, то ли у нас ошиблись. Ну-ка, давайте еще раз. Еще анализы проходят. Так вы же полностью здоровы, здорова. Что вы тут у нас лежите-то, непонятно. Да какие-то там антибиотики какие-то там супер такие, всякие, дорогущие. Ну, все, конечно, скажут, да, это антибиотики помогли. Виктор Андреевич сказал, да, нет, уже, говорит, стадия не та, чтобы антибиотики. Просто, говорит, облегчить боли хотя бы снять. И тут вдруг все. И теперь, когда она там стояла и не была на трапезной, Игнать Иванович подошел, он говорит, посмотрел на нее, она там стоит, вкушает. В тамбуре-то. И он говорит, Марина, а когда ты болела, ты была лучше. Напомнил ей этот случай-то. Она же должна помнить, совесть-то ее должна. Да, ну и что она? Ну, что, это ее встряхнуло. Еще было. Да, она неделю со мной не разговаривала после этого. Встряхнула. Вот так вот вспоминала, видать, все. А потом раз заговорила, и все нормально, все хорошее. Всем привет. Да, тут как раз родители подъехали. Это не так давно было. Да, это было не так давно. Так, ну вот, мы закончили третью главу. Вопросы, по-моему, тут всякие мы прошли. Какой стих закончили? Закончили на 17-м стихом. 17-м, да. А полностью? А полностью? Полностью третью главу закончили. Ага, все, понял. И четвертая глава. Искушение Господа начало. Так что кто подготовит у нас? Брат, подготовишь искушение Господа? А вот я еще хотела вопрос задать, можно? Задавайте. А вот человек вот, ну, как бы и не отрицал Бога, ну, не ходил ни в храм, ничего, ну, крещен и все. Ну, и, значит, вот перед смертью уже, вот перед смертью покаялся. Он спасен или нет? О-о-о. Как разводник. Канцелярию Бога кто был? Знаете, можно я вопрос задам вам? Вы сестру нашу Валентину Павловну провожали? Последний путь? Конечно. Ну, вы считаете спасена... Вот это Валентина... А, нет. Коневу. Коневу Валентину Павловну. Нет? Нет, нет, нет. Это был Надежда Павловна. Ну, вот. А Надежда Павловна кто? Ну, это была. Ну, первая была. Ну, вот вы считаете спасена она или нет? Я думаю, что спасена. Ну, а Игоренка? Я тоже спасена. Вы берите теперь эти примеры спасенных, вот те, которые вы считаете спасенных, и подставляйте к этому человеку. Вы его знали, этого человека? Если не знали, тогда что пыжится? А если знали, ну, подставляйте примером, как жило он и как жили эти люди. Ну, ясно дело, что не так. Ну, и все тогда, что тут говорить? А, написано. Вот вам и все. Ну, а как разводник, написано. Не знаю, как он покаялся, какие были, какое покаяние, как он сам хотел или прийти, или на Аркадий священника тащили. Вернее, не священника, а его к священнику. Или четверо вот на носилках принесли. Ну, примеры, значит, Христа должны вас разумить. Я так думаю, что вот если люди каяются перед смертью, ну, со знанием, все, и это, я думаю, что они спасают. Давайте я пойду. По разбойнику я так. Ну, это дело Божие. Я местописание можно приведу? Конечно, да. Дело в том, что вот, как вот Надежда Васильевна, тут канцеляр говорит, у Бога кто был, то есть мы уже вторгался в то, что мы не знаем и не видели даже. Потому что это все решает суд Божий. То есть на суде Божьем это все скажет. Написано 1 Коринфянам 4,5. Вот этот стих Писания надо звучить и всегда его повторять. Вот откройте его, кто может, и прочитать нужно. 1 Коринфянам 4,5. 1 Коринфянам. Вот, я уже сам открыл. И написано, посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, то есть второе пришествие Его, который осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения. И тогда каждому будет похвала от Бога. Сердечное, с какой он, как он каялся, мы же не знаем. Мы только на внешнее смотрим. Бог-то смотрит на сердце, а мы смотрим на внешнее. Я думаю, что вы вопрос этот хотели с тем задать, что как молиться об этом человеке, да, наверное? Ну как молиться? Ну есть вот молиться, как мы молимся. Вот Московская Патриархия молится за упокой и за здравие. Все, у них больше ничего нет. У нас есть еще об обращении. Вот как? Об обращении. А я вот, допустим, за упокой молюсь только конкретно верующих людей. Вот прямо они верующие были. И это, ну, кто-то мне из братьев или сестер скажет, что да, они прям верующие. Я говорю, вы прям, я прям настаиваю. Вы прям знали, да? Да, знала. Точно знали, не обманывайте, сами сяды, не обманывайте. Нет, нет, я вот знала, там все. Рассказывает там человек благочестивый. Все, а я, ну, молимся тогда все об этом человеке. Ну, больно, понял. А вот так вот, допустим, что там кто-то там где-то сказал, там мои там помолитесь, там пирожки, конфетки я даже не беру. Ну, вот как-то, допустим, вот мы жили в деревне. Храм был, был до революции, был храм. Потом все было разрушено. Людей было очень много, село было очень большое. И как бы вот все верующие, вот верующие, ну мои, вот бабки вот вроде молились, там и верующие были, все. Но храма не было. Уже не было ничего, священников не было. Никогда уже не ходили в храм и не исповедовались. И не причащались, и все. И вот они умирают. Умирают. Все. Еще раз в этот стих загляните. Не судите, никакой. Все. Вы на этом должны свой разум ограничить сразу. В таких они тяжелых обстоятельствах жили. Ну а вы не можете, что ли, вы не можете как-то их в отдельную копилку отложить в сердце своего и молиться о них? Я молюсь, я молюсь за них. Ну вы прям в отдельную копилку откладывайте Господу и прям найдите слова, которые вы сейчас там находите. И как-то только это коротко о заглавке себе, чтобы сильно не распотягивать. Ну я просто как молюсь. Я говорю, упокой Господу, кто-то перечисляет их и говорит, Господи. Они ничего не знали, не понимали. Потому что все было разрушено. Даже, ну нигде Слова Божьего не было. Ну там были, вот две бабки монашки, их звали, они тоже читали. Они там ходили иногда к ним, слушали, значит и все. Ну а так как? Ну вот только так, я просто говорю, Господи, ты сам знаешь и все. Ты только Господи все ведаешь и знаешь. Ну а жизнь, конечно, у них была всякая. Ну вот оставьте тогда это себе. Тяжелая. Конечно тяжелая. Тяжелая жизнь была. Тогда оставьте это себе и в церковь не выносите тогда. То есть в поминальник туда, в церковь, в диптихе не заносите. Молитесь о них сами. Раз Господь все знает. Вы же уже сказали, Господь, ты знаешь. А то начинают, а вот эта хорошая была, а эта-то, эта меня там тоже леденцами кормила. Эта тоже. И вот начинают нести батюшке вот такой талмуд. Всех мертвых, короче говоря. А мертвых-то что? Конечно, мы русские вообще мертвых плохо не вспоминаем. Я тоже, вот у меня мама бабушку как вспомнит, тут уже что-то прошло, я не знаю сколько лет. И со слезами, вот, это ты мне сказал не отпевать ее и так далее. А я вот сейчас вот, и она что-то прорвала, и мама меня костерит теперь. Я теперь виноват и все. Я что виноват, бабушка никогда при мне в храм не ходила, не молилась, ничего не делала. Я чем виноват-то теперь здесь? Я понимаю тоже эту сентиментальность. Я всех, я кошек бездомных больше, чем людей люблю, честно. Человек гибнет где-то в Донецке, а кошка умирает вот тут у тебя, сбили ее, и она бедная корчится вот так. Слезы брыжут из глаз. Что теперь сделаешь? Я тоже сентиментальный. Но это может и не сентиментальность, это может быть и душа моя так вот страдает. Но, когда человек не ходил в храм божий, вы должны все на свои места четко поставить себе. Чего вы себя мучаете вот этим? Я не могу понять. Не было храма. Где сейчас деревня, от каких храмов? Ну и не было храма, и тогда они ходили. Сейчас есть храмы, и не ходят. И если ходят, не веруют и так далее. Ну что вы начинаете-то? Как будто первый раз это все было. Кто рушил храмы-то? Рушили их дети, внуки их рушили, их мужья, или там деды были. Ну деды, может, не рушили, а мужья-то точно с детьми рушили. Комсомольцы, добровольцы эти были. Ян Слава тоже сказал, за гробом нет покаяния. Все. То есть, если человек умер, вы же не знаете, как он умер. Потому как вы можете, какие-то рассуждения тут верующим был неверующим, зачем это все? Да, непонятно. Да, потому что... Это сентиментальность, я говорю больше ничего. Тут надо себя четко, вот вставил первую комиссию 4-5, вставил все эти в рамки. Господи, прости, если я, может, погрешил где-то в молитве. Ну уже дано право вам молиться в своих молитвах. В церковь-то не тащите все это. Зачем? А то начинаете туда, в церковь всех их туда тащить. На, Господи, ты разберешься тут. Ну молитесь про себя. Ну записки пишут, ага, вот записки пишут, 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 пишут. Там бесконечно. Мертвецовка, море, миллиарды. Просто мы им ничем уже помочь не можем, в общем дело. Мы молимся, молимся, а как там Бог примет, мы же не знаем. Вот у меня вот болезнь, вот отец молитв. Вот я хочу, чтобы он верующим был. А он то инопланетянин, то идите со своей Библией, то еще что-нибудь придумайте. То я не понимаю. А у меня желание, чтобы его борода, это было как его знамя победы над сатаной. А у него есть борода? У него, конечно. Вы не видите, да? Да, конечно. Я же все-таки христианин считаю. Ну он крещеный, да. Но в храм не ходит, и что дальше? Вот когда-то хожу, когда иногда? Ну помогал храм строить, делал съемки. Ну ладно, вы поврете, у вас отпевать-то надо будет или не надо? Как хотите. Да, как хотите. А молиться за покой надо будет? За вашу душу или не надо будет? Ну, в Армении. Так и опишите. Тихо, тихо, тихо. Да нет. Подожди, стоп, стоп, стоп. Дайте ему сказать. Она будет в полиции. Не, ну гляди, вот сейчас вот ты начнешь умирать. Будет тебе там больно или что? Ты священника будешь приглашать, чтобы покаяться перед смертью? Ты понимаешь, что такое, что ты грешник-то или нет? Что ты Богу не угодил? Не, не надо будет. Пожалуйста, вот слова. Вот это записано будет все им. И что? И теперь скажешь, да, ты, от Саня, отпел, ты там такой-сякой. Еще будет, если мама, дай бог, жива. Она меня будет костерить за это. А я скажу, я что могу сделать? И вот, пожалуйста. И слова его. Я сейчас буду наперекор идти. И что? А памятник Ленину его три раза, что ли, о Бога ударил? Он тебе достанется. Ой, у него видение было лет 10 назад еще. Черт. У кого-то у деда? Что, он уверует? Нет, он сказал, что он видит. Ну что, брат, давай. Видение, знаю, дядь. Ну ладно, это как у нас пример. Хорошо, что есть человек, который прямо ответил. Это прямо пример для всех людей. А то, может быть, кому-то достанется и посмотреть, и увидеть. Вот как человек отвечает. Видите, как ответил? Видение. А теперь давайте этих людей восставим. И среди них окажутся такие же, которые сказали, да, мы все поняли, не надо никакого Бога, и так далее. И так нехорошо. Без попов, как говорится. Ну давайте помолимся. А ты себя, свою душеньку дай уже, исковетка моя. Давай-ка моя. Достойная стойкова истину, положить дитям Богородицу. Преснов, блаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую херувель, и славнейшую, без сравнения сиротин, без искрения Бога, слово родшую, сущую Богородицу тянь и мечае. Благодарим Тебя, Христе Божий наш, за то, что позволил им в этот последний день 2014 года собраться у ног Твоих, Господи. Дай все услышанное принять с верою, исполнить и рассказать другим людям. И родителей наших, обрати, Господи, и детей, и всех родственников. Сам знаешь, какими путями, чтобы они уверовали в Тебя и спаслись, и были с нами в раю. А нас, Господи, распусти с миром, устрой предстоящее благовестие на площади Сахарова. Пошли на нашем пути людей, искренне жаждущих слышать Слово Твое, истомящихся в этой неверии, в этой тьме. Доправляться на них через нас свет истины, да увидят они наши добрые дела, и восхвалят Отца нашего Небесного, которому слава, честь и поклонение Отцу, Сыну и Святому Духу, вовеки и вечные. Аминь. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос. Спасибо.